Уважаемые слушатели, здравствуйте! Сегодня мы начинаем курс лекции по дисциплине «Государственное стратегическое планирование». Вы видите те вопросы, которые мы должны рассмотреть во время трёх лекций. Итак, первая лекция, она соответствует первому вопросу, который вы видите на слайде. «Государственное стратегическое планирование как важнейший фактор повышения эффективности государственного управления». На следующем слайде приведены списки источников литературных «Игорь Ансов. Новая корпоративная стратегия». Когда мы с вами рассматривали дисциплину «Стратегическое управление», мы говорили о том, что Ансов — это основоположник теории стратегического управления. Вот, пожалуйста, его книга. Далее приведён ряд учебных пособий монографии авторов зарубежных, таких как Друкер, Питер, Рассел и отечественных Маркова, Назаров, Савельева, Тюнин, работы которых посвящены государственному стратегическому планированию. И далее приведены источники нормативно-правовой базы. Прежде всего, конечно, это закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. Вот ссылка на электронный ресурс. Далее приведены действующие стратегические документы и проекты стратегических документов с ссылкой на сайты. Концепция социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года. Стратегия СЭР Забайкальского края на период до 2030 года. И сайт Бурятия 2030, на котором отражается процесс последовательности разработки стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2030 года. Мы можем сказать, что в настоящее время государственные муниципальные органы управления вынуждены действовать в условиях сложной внешней и внутренней среды. В чем сложность внешнего окружения? Мы понимаем прекрасно, что это нестабильность мировых рынков, сырья, финансовых рынков, обострение геополитических проблем, введение санкционного режима. Это внешняя среда. Что касается внутренней среды, также самая главная проблема – это сохранение кризисных явлений. И вот такая нестабильность и сложность внешнего и внутреннего окружения требуют от государственных органов власти, от органов местного самоуправления. Конечно же, оперативных реакций своевременных, неотложные порой необходимые реакции. А также уже сейчас необходимо задуматься о стратегических приоритетах, которые мы должны, или органы публичной власти должны сейчас заложить для того, чтобы экономика успешно развивалась и в посткризисное время. Кризис заканчивается, как бы то ни было, и какой должна быть экономика, каким должно быть общество, закладывается это сейчас. И отсюда актуальным становится рассмотрение содержания функции государственной власти в условиях новой посткризисной экономики. Так, вот прошу прощения, здесь как-то перебегает слайды. Надо возвращаться. Так, ну, российская экономика является новой экономикой с начала 90-х годов, да? И кто помнит, что в 90-е годы был коренной перелом, переход от командно-административной системы к рыночной экономике. И тогда были надежды на саморегулирующуюся экономику. Дескать, рынок расставит все по своим местам. Однако, этого не произошло. И мы теперь понимаем, что в рамках макроэкономики на уровне субъектов, на уровне муниципальных образований должно быть регулирующее влияние государства, в том числе планирование, в том числе стратегическое планирование. В рамках хозяйствующих субъектов, да, там остается, даже и там остается плановая экономика. Вот стопроцентная плановая экономика. Хозяйствующий субъект планирует, сколько продукции, работу, услуг этот субъект должен произвести, по каким ценам продавать, какой доход иметь, оптимизировать затраты и так дальше. То есть никто не отменял в условиях рынка и макропланирования, и микропланирования. Так вот, в условиях восстановления вертикали власти, актуальным стали вопросы, ну, в относительно недавнем прошлом, вы помните этот период, определения стратегических национальных приоритетов, формирования системы стратегического планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и развития принципов форм и методов стратегического планирования. То есть помимо того, что необходимо было определить стратегические приоритеты, касающиеся на федеральном уровне, на уровне субъектов, естественно, прежде всего вопросов национальной безопасности, как должна развиваться страна, чтобы обеспечить национальную безопасность. Также стал актуальным вопрос о методике, методологии, как формировать эти стратегические планы. И можем сказать, конечно, что не на пустом месте, не с нуля, а мы начали стратегическое планирование. Оно основывается на долгосрочном планировании командно-административной советской экономики. Пятилетние планы тоже можно отнести к стратегическим планам. И еще в 2012 году в послании к Федеральному собранию Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность стратегического планирования. Я выделила здесь цветом. Глава государства подчеркнул, что решение стоящих перед государством и обществом проблем требует системного подхода, запятая стратегического планирования, далее высокой эффективности государственного и муниципального управления и профессионализма и ответственности государственных и муниципальных служащих. То есть вот эти проблемы стояли тогда, в 2012 году, перед обществом. Мы можем сказать, что данные требования системе государственного и муниципального управления актуальны и в настоящее время. Так, как бы мне осторожно перейти на следующий слайд. Государственное стратегическое планирование является функцией государственного стратегического управления. Мы рассматривали вместе с вами во время январских занятий, мы рассматривали дисциплину стратегического управления. И это целая совокупность функций, этапов и анализ внешней и внутренней среды, и определение целевых приоритетов, формирование стратегии, выбор стратегии из нескольких вариантов, реализация, оценка, корректировка и так дальше. Так вот, понятно, что стратегическое планирование является функцией государственного стратегического управления. И как вы помните, что стратегическое управление, как теория, стало формироваться в интересах менеджмента именно коммерческих организаций. Когда в середине прошлого века, в 20 веке, да, изменились условия хозяйствования, усложнились, возросла конкурентная борьба, усилились неопределенность, нестабильность внешней среды, перестали срабатывать прежние опыты правила управления и понадобилась разработка новых подходов к управлению. И как раз вот ответом теоретиков, науки, да, менеджмента стала разработка новой парадигмы управленческой, это стратегическое управление. И одной из новых управленческих теорий явилась теория стратегического управления на слайде, вот вы видите, основоположником которой явился Игорь Анцев, это американец с русскими корнями. И в книге «Новая корпоративная стратегия» он приводит слова Авраама Линкольна. Догмы спокойного прошлого не будут работать в горном будущем, раз мы взялись за новое дело, мы должны иначе думать и действовать. В настоящее время происходит трансформация институтов государственного управления, наверняка вы это чувствуете. И современные подходы к деятельности властных институтов определяются в основном концепциями нового государственного управления, New Public Management, содержание которых, положение этой концепции рассматривается в трудах ученых, которые вы видите на слайде. И почему возникла необходимость формирования новой парадигмы государственного управления, нового государственного управления, относительно низкой эффективности общественного государственного сектора по сравнению с частным. Это характерно не только для Российской Федерации, но и для зарубежных стран. Поэтому и зарубежных авторов мы видим в качестве основоположников. Для России в первое десятилетие XXI века в условиях достаточности ресурсов, когда цены на нефть были около 100 рублей, до 100 долларов за баррель. Так вот, в условиях достаточности ресурсов, связанных с высокими экспортными ценами на продукцию нефтегазового комплекса, данная проблема для России была не столь актуальной. Однако современные кризисные условия, дефицит ресурсов бюджета всех уровней требует, и в России требует смену управленческой парадигмы. Направление реформирования системы государственного управления вы видите на слайде. Вот в соответствии с этой теорией, да, это сокращение государственного аппарата, его полномочий, децентрализация, дебюрократизация, приватизация, внедрение элементов взаимодействия государственных органов власти и местного самоуправления, или можно сказать, публичной власти, с частными фирмами в процессе предоставления услуг, а иногда даже конкуренции. И важным является преднесение стиля и методов управления частного бизнеса, клиента-ориентированность, поиск альтернативных возможностей финансирования, усиление мотивации работников, деятельность, ориентированная на результаты. Вот поскольку частный бизнес является более эффективным, значит методы управления более эффективны, и вот эти более эффективные методы управления мы должны привнести в деятельность властных органов. Тетин, это отечественный наш исследователь, исследуя концепцию нового государственного управления, отмечает, характер современного публичного управления заключается в том, чтобы не оказывать общественные услуги государственными организациями непосредственно, а организовывать этот процесс, мобилизуя потенциалы и ресурсы сообщества. То есть не оказывать услуги повсеместно в общем, государственными организациями, а использовать потенциал сообщества. Но прежде всего мы имеем, здесь имеется в виду, конечно, и частного бизнеса. Администрирование, governance, перестает быть ключевым аспектом деятельности государства. Вместо него значимость приобретает руководство процессами организации взаимодействия между государством и обществом по удовлетворению общественных интересов. Government. Петер Друкер, это тоже теоретик, методолог теории управления. В своей статье «Новое общество организаций» тенденция усиления организации в современном обществе связывает с явлением нового плюрализма. То есть общество организации главным элементом, одним из главных элементов, значимым является организацией. То есть частный бизнес, то есть хозяйствующие субъекты. Не государство, а вот те субъекты, которые являются локомотивами региональных экономий, которые создают новую добавленную стоимость, производят товары, работа и услуги на уровне муниципальных образований. Так вот, с явлением нового плюрализма. К центрам власти относятся не только суверенные унитарные государства, но и организации, как крупные бизнес-предприятия. И, безусловно, публичные органы власти в настоящее время с уважением относятся к организациям, которые действуют на их территории. Известно высказывание основателя General Motors, что хорошо для General Motors, то хорошо и для Соединенных Штатов. Хотя, видимо, Друкер говорит в своей статье, что это была оговорка. На самом деле это как раз характеризует власть крупных организаций. Что хорошо для General Motors, то хорошо и для Соединенных Штатов. Но не только коммерческие организации, но и некоммерческие университеты, профсоюзы, религиозные организации также играют важную роль в современном обществе. Источником усиления роли организации ученые называют неуклонное внимание к переменам, новаторству на основе динамики новых знаний. Каждая организация обязана внедрить в свою структуру менеджмент перемен. У нас в университете есть такая дисциплина у магистров, которая обучается по направлению менеджмент, управление изменениями. Стратегический менеджмент управления изменениями. И говоря о сути этой дисциплины, студенты иногда говорят изменяйся или умри. То есть частный бизнес просто поставлен на такие условия, что он должен изменяться. изменяться, приспосабливаясь к изменению внешней среды, изменяя, естественно, улучшая, увеличивая потенциал внутренней среды. И государственные органы власти и местного самоуправления, публичная власть, властные институты также должны изменяться. И учитывать роль организации, которые за счет перемен, новаторства, новых знаний стали играть значимую роль в деятельности территории. В данной статье, на которой есть ссылка, и она приведена в списке источников, новое общество организации Петра Друкер прогнозирует переход к обществу организации в 2010-2020 году, к настоящему времени. И мы действительно уже понимаем, что он не ошибся. Что-то действительно имеет место быть. Современная тенденция усиления роли бизнес-организации, как крупных корпораций, являющихся локомотивами региональных, национальных экономик, выполняющих наряду с экономическими и социальной функцией. Социальная ответственность бизнеса есть такое понятие и реализуется она. Так и небольших предприятий, занимающих ниши в отраслях, традиционно финансируемых государством, подтверждает прогноз ученого. То есть небольшие предприятия, которые занимают ниши, которые традиционно финансировались государством. Услуги, которые традиционно оказывались государственными учреждениями, они имеют место быть. Это и частные детские сады, и частные школы, музыкальные школы, танцевальные студии, спортивные секции, учреждения здравоохранения, частные клиники. Это уже для нас не нонсенс, мы это понимаем, мы это принимаем, и они существуют, оказывая влияние на развитие соответствующих государственных учреждений. Таким образом, государственные институты становятся, во-первых, все большей мере рыночными участниками агентских отношений, взаимодействия с частным бизнесом, иногда конкурируя с ним, передавая ему все больше функций даже в тех отраслях, за развитие которых государство несло традиционную ответственность в отраслях социальной инфраструктуры. Вот я о чем говорила, здравоохранение, образование, в том числе это школьное. Важными в процессе данных перемен являются вопросы взаимодействия государства и частного бизнеса. Особенно это актуально в настоящее время, в связи с тем, что в 2015 году принят закон о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. В направлении взаимодействия различные приватизация, заключение государственных контрактов, реструктуризация государственной службы, введение автономных проектных групп, государственное частное партнерство. То есть вот проектное управление это тоже очень актуально. В принципе уже на территории Российской Федерации были выделены пилотные субъекты, то есть реализовывались пилотные объекты в ряде субъектов. И Белгородская область, и некоторые другие, мы об этом еще будем говорить в следующих лекциях, и государственное частное партнерство. Вот мы уже знаем, что принят закон, это актуально, и в том числе государственно-муниципальное партнерство. Так вот название закона, вот эта форма выделена отдельно. И, конечно, уже на протяжении 10 лет имеет место быть данная форма взаимодействия государства и бизнеса, но федеральный закон принятый, он сформировал правовую, нормативно-правовую базу. И эти процессы активизируются уже сейчас и, безусловно, в дальнейшем. Что же понимать? Все-таки мы говорим о стратегическом планировании. Что же мы понимаем по стратегическим планированиям? Будет у нас еще определение данной в самом федеральном законе о стратегическом планировании в Российской Федерации. Один из ученых, Назаров, статья которого также приведена в библиографическом списке, по стратегическим планированиям социально-экономического развития и обеспечения безопасности масштаба государства, то есть государственное стратегическое планирование, представляет собой выбор наиболее оптимальной модели управления, способной при минимизации разноплановых стратегических рисков и угроз обеспечить реализацию избранных политических и экономических национальных приоритетов и придать процессам развития страны новое качество, устойчивость. Такое, возможно, полное, комплексное, большое определение, но оно, на наш взгляд, характеризует полностью процесс государственного стратегического планирования, потому что, безусловно, государственное стратегическое планирование связано с обеспечением безопасности масштаба государства, то есть национальной безопасности. И об этом в законе говорится, то есть стратегия развития страны, регионов, местных сообществ, это определение приоритетов, которые обеспечивают национальную безопасность. И вот эти приоритеты, они должны быть реализованы, политические и экономические национальные приоритеты, они должны быть реализованы при минимизации рисков, различных угроз, от них мы полностью абстрагироваться не можем, они имеют места быть, мы должны их определенным образом минимизировать, конечно, легко сказать и трудно сделать, но так и должно быть при эффективном управлении. И обеспечить, придать процессам развития страны на всех уровнях новое качество, устойчивость путем эффективного государственного управления. То есть по стратегическим планированиям социально-экономического развития и обеспечению безопасности масштаба государства ученые понимают выбор наиболее оптимальной модели управления, способной при минимизации разноплановых стратегических рисков и угроз обеспечить реализацию избранных политических и экономических национальных приоритетов и придать процессам развития страны новое качество, устойчивость. Обязательными элементами и необходимыми механизмами стратегического планирования являются, во-первых, стратегический анализ и стратегический прогноз, а вот дальше второй прогноз, на основе прогноза осуществляется ситуационное моделирование, оценка стратегических рисков и возможных решений в части их предотвращения, в том числе на альтернативной основе, и мониторинг реализации принятых решений через систему соответствующих критерий и показателей. То есть должны быть на основе анализа, на основе научного прогноза определены направления развития страны и регионов муниципальных образований для обеспечения устойчивости и должны быть выработаны критерии, а не так, что пойдемте вот туда, туда, налево, направо и так дальше, соответствующие критерии, показатели должны отслеживаться данные критерии, показатели, осуществляться мониторинг и контроль. Таким образом, в настоящее время реализация государственного стратегического управления, в том числе государственного стратегического планирования, это важнейшее условие эффективной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. Вот такой итог мы можем сказать по итогам вывода, сделать по итогам первой лекции дисциплины «Государственное стратегическое планирование», и эта лекция называется «Государственное стратегическое планирование как важнейший фактор повышения эффективности государственного управления». Данный вопрос будет в билетах, и просьба ознакомиться еще раз со слайдами и подготовиться к экзамену. Всего спасибо, благодарю за внимание.